Предатели были всегда и до Кадырова, и они будут после Кадырова. Они были и всегда будут. Вы знаете, что исповедовать в республике вам разрешат только суфизм, и то даже суфизм, лицензированный в Кремле. Никакой другой там суфизм даже вам не будут исповедовать. Ваш представитель называет экономическими беженцами чеченцев. Он намекает на то, что они едут сюда зарабатывать. Если вы даете людям зарабатывать, то почему они едут в Европу зарабатывать? Ответьте тогда на этот вопрос. Если такая хорошая... Как ты можешь называть предателями людей, которые принесли мир и безградовое небо над головой? По-твоему, лучше истребить весь народ, но зато показать, что мы очень воинственные? Нам дают исповедовать нашу веру, работать и зарабатывать. Это гораздо лучше, чем идти на бессмысленную амбразуру. Ох... Какой же это лживый комментарий. Итак, люди, принесшие мир и безградовое небо над головой. Это самая популярная кадыровская ложь с таким огромным энтузиазмом, распространяемая ими. Покажите нам, каким образом они принесли этот мир. Принести мир может только тот человек, от которого зависит война. Тот человек или те люди, которые воюют и в состоянии эту войну остановить, если они в состоянии эту войну остановить, то только они могут принести этот мир. Они могут остановить кровопролитие. Кровопролитие не может остановить ни твой родственник из Серженьюрта, где-то работающий фермером, ни сестра твоей жены, которая работает где-то поваром. Понимаешь, у человека должна быть такая возможность, он должен обладать таким влиянием, такой возможностью, чтобы эту войну остановить. Российско-Чеченская война, последние войны в 90-х годах, они были развязаны Россией, и остановить эту войну можно было только в случае договора, если противоборствующие стороны бы договорились, либо в случае полного уничтожения. Хотя второе назвать остановкой войны нельзя, потому что здесь уже будет полное уничтожение и отсутствие людей сопротивляющихся. В данном же случае, то, что ты выдаешь за остановку войны, здесь просто оккупация, здесь просто победа в очередной битве российской стороны. Здесь нет никакой остановки войны. Кадыров не был лидером чеченского сопротивления, который бы мог договориться с российской стороной и остановить войну. Кадыров был предателем, перешедшим на сторону России и вместе с Россией, боровшимся с чеченской армией. Он россиянин, он российский политик, он российский чиновник, понимаете, он один из них. И он вместе с ними боролся. И вместе с ними в этой битве они просто одержали победу. В очередной битве. Как одерживали эту победу в начале 20 века, это тоже была одна из битв, когда нас оккупировали. Затем нас выслали. Затем в 90-х годах мы восстали. Мы освободились. Они вошли опять. Мы развязали очередную битву. Эту битву мы победили. Мы их выгнали. Они развязали очередную битву. В этой битве теперь победили они. И одним из них является этот Кадыров. Он не может остановить войну. Эта ваша пропаганда, она слишком дешевая. Она для людей неразмышляющих. В это не может поверить человек, у которого есть хотя бы немного рассудительности. Кроме как ваши слова, что он остановил войну, за этими словами нет ничего. Вы можете показать мирный договор, который он подписал с российской стороной, допустим, как лидер чеченского сопротивления? Можете вы показать? Вот это был бы факт, что он остановил войну. Войну в 96-м году остановил Масхадов и Лебедь, подписав Хасавиутовские соглашения, перемирия. Вот это была остановка войны. И есть доказанный факт. Есть мирное соглашение. Затем был мирный договор, подписанный Асланом Масхадовым и Борисом Ельцином. Вот тебе факт. И договор называется мирным. Заметь. Вот они принесли мир, подписав договор. А вот что принес Кадыров, скажи мне, вот как ты докажешь, что он принес какой-то мир? Подписал ли он какой-то документ? Нет, Кадыров просто стал предателем, стал одним из чиновников российских и вместе с ними просто стал уничтожать чеченцев. И в этой битве по уничтожению чеченцев они одержали вот эту временную победу. Далее ты пишешь. По-твоему, лучше истребить весь народ, но зато показать, что мы очень воинственны. Нет, по-моему, это не лучше. По-моему, не лучше истребить весь народ. И никто не говорит о истреблении всего народа. Никогда, нигде в моих выступлениях ты этого не услышишь. Но выдавать предательство за какое-то благое деяние, что якобы, если бы он тогда бы не предал, то народ был бы уничтожен, это опять-таки очень дешевая пропаганда для людей совершенно неразмышляющих. Предатели были всегда и до Кадырова, и они будут после Кадырова. Они были и всегда будут. До Кадырова был Гантемиров, был Хаджиев, был Автарханов, был Какиев, и сколько их было. Но никто из них не стал таким любимцем у России. Поэтому не было вот этой всей пропаганды с разговорами о том, что вот они, мол, спасли народ, что, мол, они принесли мир, что если бы не они, весь народ был бы уничтожен. А на самом деле разницы в них нет никакой. Все они одинаковые предатели. И до них их было немало, и после них их будет тоже немало. И судьба чеченского народа, его существование, оно никак не зависит от предательства предателей. Никак от этого не зависит. Предательство предателей только усугубляет положение нашего народа. И здесь вот хочу напомнить вам слова из вашего любимого сериала «Эртугру». Они тогда вырезкой очень сильно распространялись. Где вот один из предателей тогда говорит примерно то же самое, что и ты. Он говорит, что я монголам служил только для того, чтобы сохранить наш народ и так далее. На что, чтобы наш народ не был в угнетении у монголов. На что «Эртугру» ему отвечает. Если бы не такие предатели, как ты, нашему народу не нужно было бы унижаться перед монголами. Из-за таких, как ты, мы терпим эти поражения. Поэтому я скажу тебе то же самое. И именно из-за предательства предателей, таких, как Кадыров, Гантемиров и прочих, мы и терпим вот эти вот поражения в этих очередных битвах, к сожалению. И далее твоя не менее кощунственная ложь. Ты говоришь, нам дают исповедовать нашу веру работать и зарабатывать. Нам дают исповедовать нашу веру, ты говоришь. Валлахи, ты лжешь. Ты лжец. Валлахи, не дают нам исповедовать нашу религию. Не дают. В Чечне нам дают исповедовать ту религию, которую нам благословили в Кремле. Вот что нам дают делать в Чечне. Путинский ислам нам дают исповедовать в Чечне. Валлахи, вы знаете прекрасно, что вы не можете прийти в мечеть и помолиться так, как молился посланник Аллаха, мир и мой Господи, и Аллаха. Вы не можете помолиться так, как нужно молиться по исламу. Нет. За это вас похитят, вас будут пытать, вас будут уничтожать. В Аллахе вы знаете, что ни в одной мечети Чеченской Республики вы не можете зайти и произнести слова Единобожия. Вы не можете прочитать ни одну проповедь о Единобожии. Вы не можете рассказать людям о том, что многобожие приведет их в ад, что нельзя взывать к мертвым или к живым в тех вопросах, в которых тебе может помочь только Господь миров. Вы это прекрасно знаете. Вы знаете, что исповедовать в Республике вам разрешат только суфизм, и то даже суфизм, лицензированный в Кремле. Никакой другой там суфизм даже вам не идут исповедовать. В мечетях установлены камеры, стоят смотрящие, стукачи, всякие помощники, имама там под всякими вымышленными должностями, и смотрят, как ты шевелишь пальцем, как ты ставишь ноги, как ты ставишь руки, как ты наклоняешься, как ты поднимаешь свои руки. Неужели ты это называешь свободой вероисповедания? Это таким образом нам дают исповедовать свою веру. Вы прекрасно знаете, что именно в этом есть основная проблема в нашей Республике, что нам не дают исповедовать нашу религию. Нам дают работать и зарабатывать, ты говоришь. Кому дают работать и зарабатывать? Сегодня всех людей закрыли на карантин, и людям не дают выйти для того, чтобы заработать кусок хлеба, а когда они просят этот кусок хлеба у властей, им говорят, иди продай свой автомобиль и заработай. Причем им говорят его продать тогда, когда они в принципе не могут его продать, потому что карантин. Невозможно сегодня продать свой автомобиль. Это вот так у вас дают работать и зарабатывать. У вас так дают работать и зарабатывать, что огромный поток беженцев сегодня идет в европейские страны, что даже ваш представитель в Европе называет этих людей экономическими беженцами. Ваш представитель называет экономическими беженцами чеченцев. Он намекает на то, что они едут сюда зарабатывать. Если вы даете людям зарабатывать, то почему они едут в Европу зарабатывать? Ответьте тогда на этот вопрос. Если такая хорошая у вас власть, она людям дает зарабатывать. Почему люди едут в Европу? Зачем зарабатывать в Европе, если можно заработать у себя дома? Вы-то прекрасно знаете, что эти люди сюда едут. Я-то их и не называю экономическими беженцами. Это ваши слова. Они-то едут сюда не за финансами, может быть, есть там небольшая часть, но основное количество людей бегут от тирании, от преследования властей, от того, что они не дают нормально работать, не дают зарабатывать, не дают дышать, не дают разговаривать, лезут в личную жизнь. От этого люди бегут. Субтитры создавал DimaTorzok